девчонки всем большой привет добро пожаловать на мой канал я очень рада что я снова с вами и сегодня очень интересное видео самое главное очень полезное как часто у вас бывало такое что клиент носит большую длину и к сожалению ломает ноготь если длина большая то всего скорее сломала ноготь очень неудачно и сегодняшнем видео мы поговорим о том как справиться с такой проблемой как сделать так чтобы ноготь впоследствии носился как не доставить клиенту дискомфортных ощущений а точнее как избежать болевых ощущений при опеле такого ноготка самое интересное что клиентка сломала ноготь ровно за 15 минут до выхода ко мне на коррекцию и когда она пришла и я увидела этот сломанный кровавый мясистый ноготь я конечно же хотела заснять его для вас и показать как я справляюсь своей практике с такими проблемами скажу вам сразу никаких курсов я не проходила это все взято из личного опыта и сделано все так что носиться все будет очень и очень хорошо обязательно следуйте всем этапам которые я показываю буду рассказывать все до мельчайших подробностей оставайтесь со мной и в комментариях напишите было ли у вас такие случаи таких ужасных сломов как вы с ними справлялись и вообще какие интересные случаи случались у вас в работе но я имею ввиду такие казусные и давайте перейдем к ноготкам и посмотрим с чем ко мне пришли вот они наши красавчики посмотрите они съездили на море все идеально относились но моя клиентка одевала обувь и просто буквально сорвала самое интересное что сначала нам показалось что ноготь сломался совсем но когда мы аккуратно убрали все от слойки мы увидели что его еще можно спасти то есть не обязательно срывать ноготь мясо и наращивать заново это конечно же больно неприятно лучше всегда сохранить свой если есть такая возможность здесь я вставлю вам небольшую картиночку как ноготок выглядел при приближении это я снимаю все в инстаграм обязательно подписывайтесь кстати на мой инстаграм ссылку тоже оставлю в описании я веду там как личный блог показываю постоянно свои работы до после когда ко мне приходят клиенты какой он уходит в режиме реального времени получается очень интересно и даю много каких-то полезных советов первое что мы должны сделать это конечно же убавить мощность аппарата если обычно я снимаю где-то на 30 тысячах оборотов то тут я убавила их до 20 даже наверное может быть и меньше и беру керамическую фрезу так как она меньше печет и двигаюсь я от середины ноготка к краю нам нельзя в нашем случае двигаться сверху вниз ни в коем случае так как мы можем зацепить одну отслойку и ноготь у нас просто-напросто оторвется обязательно придерживайте ноготок снизу и делайте так чтобы клиентки не доставляла никаких дискомфортных ощущений после того как мы сняли отслойки мы видим что ноготь у нас оказывается сохранен и есть конечно же большие отслойки но в принципе мы можем его спасти я начала аккуратно убирать оставшиеся отслойки мягкой пилочкой 240 грит если вам кажется что я нажимаю то это совсем не так но клиентка сказала что ей безумно больно и я конечно же не стала ее мучить вырезаю маленький треугольничек нашей огромной трещины это я сделала для амортизации и снизу вверх немного подшлифовываю наш срез тот который мы вырезали для того чтобы положить туда акригель посмотрите сейчас ноготок выглядит вот так кстати с правой стороны у него никакого слома нет но если вы видите то трещина идет практически до середины ногтя и уходит она в мясо то есть вы понимаете да что мы бы не смогли просто-напросто убрать ноготь берем праймер от monami этот праймер мне очень нравится я его тестировала кстати в stories и беру рубербаз скотч она обладает очень хорошей адгезией и сейчас она как никогда подходит нам под наш акригель самое интересное что акригель от monami носится прекрасно и без подложки но я все-таки перестрахуюсь тем более в таких случаях наношу тонкий слой просушиваю 30 секунд и снимаю липкий слой далее беру вот такую вот капельку акригеля не экономьте и если кто-то думает что в тубе брать неудобно акригель очень много слышала такой от мастеров что нельзя убрать обратно все это неправда я кладу достаточно много материала на такие именно поломки потом разглаживаю кисточкой выкладываю кстати акригель чаще всего обычной апельсиновой палочкой так как она всегда у нас находится под рукой и кистью и потом палочкой все лишнее убираю просто у меня остается вот такой вот шарик и я его просто убираю в дырочку из которой мы обычно выдавливаем снимаю липкий слой и начинаю опил ну а пока мы опиливаем наш сломанный ноготок хотел бы порекомендовать вам канал анны хоменко на она подписанная уже достаточно давно у нее очень много разных лайфхаков и самое главное очень много распаковок это то что мы так любим мастера смотреть в общем обязательно переходите на ее канал я очень люблю смотреть у они про наращивание так как я очень редко наращиваю ногти мне всегда интересно посмотреть такие видео и очень много обзоров от born прийти заказы с джум и с разных китайских сайтов обзоры пылесосы и всяких разных новинок и даже выкраски 62 оттенков желтого гель-лака в общем очень много всего интересного много всяких полезностей вещей еще они очень интересный вкус она делает стразами штамп а мне это видео очень понравилось и приглянулась обязательно переходите ссылочку оставлю в описании под видео ну а мы далее афи опиливаем форму опиливаем аккуратно обратите внимание что я придерживаю сам ноготок и когда я совершаю поверхностный опил я практически не трогаю натуральной ногой то есть пилим мы только наш акригель пилкой он пилится очень хорошо очень мягкий послушный податливый в работе и всегда главное не устану наверное это повторять придерживайте ноготь потому что болевые ощущения у клиента все еще остались да конечно они не такие как были до этого но все же апельсиновой палочкой мы отодвигаем кутикулу выполняем маникюр в любой технике как вам удобно я зачищаю птерики и срезаю кутикулу ножничками и теперь на нашел ту же самую базу rubber bass скотч от манами на всю поверхность тоненьким тоненьким слоем так как текстуры у нее очень приятно не жидкая не густая поэтому тонкий слой нанести несложно снимаю липкий слой скользящий гели делаю и выполняю укрепление гелем без поверхностного пила подойдет кстати абсолютно любой гель не важно какой он у вас главное чтобы он был однофазный чтобы он работал в однофазной технике я его выкладываю без опила берем совсем маленькую капелюшу геля и распределяем по ноготочку так как я показываю видео и немного добавляем материала на боковые валики очень важно не брать много материала чтобы ноготь не был сильно толстым но девчонки он так будет немного толще чем другие потому что нам нужно создать дополнительное укрепление не только правильной архитектурой но и в принципе помните да что у нас было до этого бафим снимаем липкий слой и покрываем манами люкс 5 все кто подписан на мой инстаграм знают в каком я диком восторге от этого цвета просто не передать словами это белый камуфляж с холодным именно подтоном полупрозрачный но в то же время когда его накладываешь в два слоя он такой плотный делается я не знаю девчонки обязательно купите себе этот гель-лак он мне очень нравится он полюбился буквально всем моим клиентам он отлично смотрится как под дизайн как самостоятельное покрытие как подложка под слайдеры и в то же время он не так сильно пачкается как белый эмалевый гель-лак в этом видео я использовала материалы манами где их можно приобрести я оставлю ссылочку в описании под видео дизайне будем использовать вот такие вот самоклеящиеся полоски поэтому цвета обязательно снимаем липкий слой отрезаем нужную часть тут я конечно немножко промахнулась так скажем разошлась взяла многовато но ничего страшного приклеиваем полоску на нужное место отрезаем все лишнее ножничками которые находятся у нас под рукой я отрезаю прямо по сгибу то есть я наклеиваю на валик и у меня остается пространство между ногтем и валиком и туда я подлезаю ножничками еще немножко прохожусь апельсиновой палочкой все разглаживаю это еще можно сделать силиконовой кистью и перчаточками если у вас нет пыли на них конечно же и аккуратно убираю оставшиеся пузырьки нашей палочкой вообще наклейки от манами очень тонкие и носятся они хорошо у меня до этого были фигурные все я их уже все истратила они у меня имели очень хороший спрос и сейчас все наверное знают что в моде вот такой опять леопардовый принт поэтому я решила сделать клиентке такой дизайн сделали потом выравнивание топом после базы и вот такой ноготочку нас получился давайте же посмотрим что же нас вышло по итогу по итогу у меня получились вот такие вот красивые ногти клиентка в восторге на ногти на нашем больном все-таки остались какие-то неприятные ощущения но клиентка была в восторге то что мы сохранили длину и то что все неприятные ощущения практически полностью у нее пропали в общем надеюсь видео было интересным обязательно подписывайтесь на мой канал если у вас остались какие-то вопросы по ремонту обязательно задавайте и в комментариях с вами была татьяна сидоренко всем пока